Ежемесячное оперативное совещание провел сегодня глава Ленинского района Валерий Венцель. На нем подвели итоги работы в октябре и наметили планы на ноябрь месяц. Валерий Николаевич сообщил, что в соответствии с поручением губернатора и правительства Московской области, администрация муниципалитета начала работу над программой развития Ленинского района на пятилетний срок. Одной из главных проблем он назвал транспортную инфраструктуру. Уже в 2019 году мы приступим к строительству выездов из 6 микрорайона. А также из деревни Тарычев. Расширению до 6 метров дороги Ермольна-Сопронова-Калиновка расширение до трех полос кругового движения на пересечении улицы Советская и ПЛК-Березовая. И в следующем году будет сделан проект, а в 2020 начнется реализация по расширению дороги на соединение улиц Советская и Школьная. На данный момент в районе отремонтированы 22 дороги с участием бюджета Московской области. За счет средств местного бюджета привели в порядок 30 дорог. И еще на 12 ведутся работы. Также в 2020 году начнется реконструкция Старокаширского шоссе. В рамках этого проекта планируется расширение дороги до 6 полос. От нулевого километра до 4 до 4 километра. Также строительство путепровода с дальнейшим расширением до деревни Мисайлова. Затем обсудили ситуацию с управляющей компанией Пиккомфорт. Глава района сообщил о проведении внеплановых общих собраний собственников в домах, которые ранее находились под управлением управляющей компанией ЖКХ, а затем были поглощены УК Пиккомфорт. После первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков рассказал об итогах работы в сфере здравоохранения, образования и работы с населением, а также в ближайших планах. С 1 октября начала функционировать станция скорой помощи на базе Молковской участковой больницы. С 8 октября на базе Новодрожинской амбулатории. И, соответственно, с 17 октября на базе Развилковской амбулатории. Отдельно мониторим, сколько вызовов, значит, по каждому направлению. Также Дмитрий Волков сообщил о том, что в скором времени планируется открыть дополнительные филиалы МФЦ в Купеленке и в сельском поселении Булатниковское. О работе по замене остановочных павильонов рассказал заместитель главы администрации Сергей Гаврилов. Он сообщил, что установка и остекление их проходят в плановом режиме, и до 30 ноября эти работы должны быть завершены. Он также рассказал о том, как продвигаются работы по ремонту дорог и благоустройству. Валерий Венцель поручил разобраться с проблемой несвоевременного вывоза мусора, привести площадки для его сбора в надлежащий вид, а также проследить, чтобы в срок до 1 декабря все поселения были украшены к Новому году.